В студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте! В эфире программа «Законодатели». Программа о тех, кто принимает значимые решения для социально-экономического развития Ненинского округа. И повышение уровня жизни населения региона на федеральном, региональном и местном уровне. Сегодня в выпуске. Указом президента Российской Федерации депутат окружного собрания Николай Новожилов награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Награду вручил глава региона. На сессии регионального парламента депутаты утвердили бюджет территориального отделения Фонда обязательного медицинского страхования на 22-й год и плановый период. Предоставление компенсации взамен аварийного жилья будет продолжено в 22-м году. Соответствующий законопроект принят на сессии собрания депутатов Ненинского округа. Депутат собрания Ненинского округа Николай Новожилов удостоен высокой государственной награды. Указом президента Российской Федерации за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса директор территориального производственного предприятия «Лукоил Севернефтегаз», общество с ограниченной ответственностью «Лукоил Коми», депутат окружного собрания Николай Новожилов награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Государственную награду на заключительные в этом году сессии регионального парламента ему вручил губернатор Ненинского округа Юрий Бездудный. На 22 миллиарда 600 миллионов рублей будут профинансированы расходные обязательства окружного бюджета в 2022 году. Главный финансовый документ был принят окружным парламентом в установленные бюджетным процессом сроки. Доходы окружного бюджета в 2022 году составят 20 миллиардов 600 миллионов рублей, расходы 22 миллиарда 600 миллионов. Дефицит окружного бюджета в будущем году составит чуть более 2 миллиардов рублей. Главный финансовый документ региона на сессии представила заместитель губернатора Ненинского округа, руководитель департамента по экономике и финансам Татьяна Лагвиненко. В предлагаемом законопроекте сохранены основные приоритеты. Это непрерывное финансирование бюджетной сферы, принятые социальные выплаты предусмотрены в полном объеме, продолжена реализация региональных проектов, в том числе строительство дорог, социальных объектов и жилья. Доработана текстовая часть закона по ряду статей, устанавливающих особенности отдельных расходных обязательств. Увеличено ассигнование на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненинского автономного округа. Увеличено бюджетное ассигнование на субсидии сельхозтоваропроизводителям. Увеличено бюджетное ассигнование на субсидии и гранты на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям. На выполнение социальных проектов и субсидии местным бюджетам на реализацию проектов по поддержке местных инициатив. А также перераспределены средства на неучтенные в проекте закона в полном объеме бюджетное ассигнование на первоочередные и социально значимые направления. В окружном бюджете будущего года предусмотрена индексация окладов работников бюджетных учреждений на 4% с 1 января 2022 года. Увеличены ассигнования на выполнение учреждениями государственного задания. В бюджете региона на 2022 год предусмотрено более 3 миллиардов, а именно 3 миллиарда 344 миллиона рублей на 164 меры социальной поддержки. Принятию бюджета региона на сессии регионального парламента предшествовала большая совместная работа органов исполнительной власти субъекта и депутатов окружного собрания в рамках профильных комиссий и постоянно действующей парламентской комиссии по экономической политике и бюджету. Следует отметить, что окружной бюджет был принят в ранее установленные бюджетным законодательством сроки. Поздравляю всех с принятием основного финансового документа, это бюджета на 2022 год и плановые периоды в 2023-2024 года. Но при его рассмотрении у нас возникало много процессуальных вопросов, особенно по срокам. Поэтому прошу в срок до 20 января предоставить всем администрации, депутатам свои предложения по внесению изменений в закон о бюджетном процессе. Работа над совершенствованием бюджетного процесса продолжится в следующем календарном году. Следует отметить, что характер окружного бюджета в 2022 году будет не только социально направленным, но и обеспечит реализацию государственных программ, которые призваны обеспечить развитие региона. Мы приняли бюджет, над которым мы работали в сентябре месяце, и в котором максимально учтены вопросы, которые связаны по расходам на текущий год и на плановый период 2022-2024 года. Это очень важно, потому что мы заявляем о том, что у нас социальная политика является центральным звеном. Главная задача для того, чтобы мы могли выполнять все социальные обязательства перед нашими жителями. С увеличением доходной части окружного бюджета в 2022 году главный финансовый документ региона будет корректироваться в сторону увеличения расходных обязательств. Предоставление компенсации взамен аварийного жилья будет продолжено в 2022 году. Соответствующий законопроект принят на сессии собраний депутатов Ненинского округа. Депутаты приняли решение признать устаревшим силу закона о приостановлении выплаты компенсации взамен аварийного жилья в связи с большой востребованностью данной меры у жителей округа и для ускорения темпов расселения аварийного жилфонда. По данным муниципальных образований, на сегодняшний день в очереди на получение компенсационных выплат в рамках закона 3ОЗ состоит 186 человек. Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на 2021 год, позволит сократить очередь на 88 человек. Следует отметить, что за период действия закона 3ОЗ компенсационную выплату получило уже 114 человек. Принятие данного законопроекта потребует дополнительных расходов бюджета. С учетом инфляционных процессов, размер компенсации в 2022 году по предварительным расчетам составит 68 852 рубля за один квадратный метр. На сессии регионального парламента депутаты утвердили бюджет территориального отделения фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период. Параметры бюджета регионального фонда обязательного медицинского страхования с учетом поправок губернатора Нинецкого округа представил на сессии директор территориального отделения Алексей Меринов. Система обязательного медицинского страхования Нинецкого округа в соответствии с реестром медицинских организаций и реестром страховых медицинских организаций в следующем 2022 году планирует осуществлять свою деятельность 12 медицинских организаций и одна федеральная страховая медицинская организация. Необходимость снесения поправок вызвана уменьшением на сумму 4,8 млн. рублей, размера межбюджетного трансферта из окружного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы и обязательного медицинского страхования, а также увеличением индексации должностного оклада работников фонда с 1 января 2022 года. Прогнозируемый общий объем доходов с учетом поправок на 2022 год состоит в 2,106,6 млн. рублей и сформировано за счет следующих источников. Прочие межбюджетные трансферты в части межтеритеральных расчетов составят 61,4 млн. рублей, неналоговые доходы составят 9,9 млн. рублей, межбюджетные трансферты из окружного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы будут направлены на 37,9 млн. рублей. Основной у нас источник доходов от субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования на выполнение территориальных программ ОМС, которые на следующий год запланированы в размере 1,997,4 млн. рублей. Бюджет регионального фонда на 2022 год сформирован в соответствии с требованиями бюджетного кодекса и сбалансирован по доходам и расходам. В целом территориальная программа обязательного медицинского страхования будет профинансирована в размере 2,1 млрд. рублей, в том числе в возмещении другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным Нинецкого округа, предусмотрена сумма 189,9 млн. рублей. При обсуждении представленного бюджета на сессии в адрес директора фонда поступили вопросы от депутатов, касающихся организации работы системы здравоохранения, к следующему году. Какие медицинские организации округа смогут работать в 2022 году по полюсу ОМС? Дело в том, что департаментом разработаны новые критерии, и вот по этим новым критериям, насколько я знаю, не все организации смогут оказывать помощь, дать помощь по полюсу ОМС. В соответствии с законодательством до 1 сентября медицинской организации появится уведомление о вступлении в систему обязательного медицинского страхования. Далее на базе департамента здравоохранения создана комиссия по разработке этой программы, которая рассматривает критерии распределения объемов медицинской помощи. Данный критерий будет рассмотрен в ближайшее время. По информации, которая у меня представлена, все медицинские организации набрали баллы, за исключением некоторых, которые в данном регионе представлены впервые. Например, Брянскфарма набрала меньше пороговой суммы, но она будет включена в систему, что у нее уникальная медицинская помощь. Эти критерии отражены в порядке. То есть у нас нет информации о том, что какие-то медицинские организации не будут допущены к системе ОМС. Они все вступили в систему ОМС, а мы разговариваем о том, что вопросы рассматриваются об выделении объемов медицинской помощи. На сессии регионального парламента депутаты окружного собрания поддержали ряд обращений от имени депутатского корпуса региона в адрес правительства Российской Федерации. Обращение по оказанию доступной медицинской помощи в регионах арктической зоны России направлено в адрес вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой. И касается не только Ненинского округа, но и многих других субъектов Российской Федерации. Проект обращения на сессии представила председатель постоянной комиссии по социальной политике регионального парламента. Необходимо рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений, установленных на федеральном уровне в рамках утверждённого приказа Министерства здравоохранения РФ, порядка и стандартов оказания медицинской помощи. На сегодняшний день нормативы оказания медицинской помощи, в том числе и штатные, расписание, зависит от численности населения, муниципальных образований, деревень, сёл, населённых пунктов. Депутаты предлагают исключить условия прямой зависимости количества медицинских работников от численности населения в регионах, относящихся к районам Крайнего Севера, каким является Нимский автономный округ. Причины данного обращения, прежде всего, это не только климатогеографическое положение округа, малочисленность населения, отсутствие постоянного внутреннего и межрегионального автотранспортного сообщения, малопривлекательность региона для высококвалифицированных медицинских кадров, ну и другие факторы, которые приводят в дефицит узких специалистов, что, в свою очередь, вызывает необходимость направить пациентов за счёт средств окружного бюджета в медицинские организации за пределами региона для оказания специализированной помощи. Мы предлагаем депутатам, собрание депутатов Нимского автономного, предлагаем исключить эту зависимость, учитывая в том числе и большоназванные факторы. Поступило предложение принять представленный проект постановления. Кто с данным решением, прошу голосовать. Кто за? Прошу опустить руки. Против? Воздержавшись? Нет. Принимается. Ещё одно обращение также в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой. Депутаты приняли в части осуществление полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающих пенсионеров. Данная полномочия в настоящее время находится в совместном ведении Федерации и регионов. Причины принятия обращения пояснила на сессии представитель постоянной комиссии регионального парламента по экономической политике и бюджету. По состоянию на 1 января 2021 года количество зарегистрированных граждан, имеющих статус неработающих в Ненискоавтономном округе, составляет 21 660 человек, из них 9,988 человек, неработающие дети до 18 лет. Всего с периода с 2016 по 2021 год из бюджета Ненискоавтономного округа в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования перечислено 2,2 миллиарда рублей. На период с 2022 по 2024 год на указанные цели запланировано перечислить 1,2 миллиарда рублей. Нагрузка на бюджеты регионов по уплате страховых взносов ФОМС отрицательно сказывается на финансовом обеспечении программ по оказанию бесплатной медицинской помощи населению. Поэтому передача указанного полномочия с уровня субъекта Российской Федерации на федеральный уровень представляется наиболее очевидным решением рассматриваемой проблемы. Разграничение полномочий между Российской Федерацией с субъектами позволит субъектам Российской Федерации высвободить дополнительные средства на здравоохранение, в том числе укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Данный вопрос неоднократно обсуждался на федеральном уровне. Учитывая изложенное собрание депутатов Ненецко-автономного округа, просит рассмотреть возможность передачи органам государственной власти Российской Федерации полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации по оплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Депутаты поддержали данное обращение в адрес правительства Российской Федерации, обсудили на сессии обращение в правительство в части обеспечения населения отдаленных поселений регионов Крайнего Севера доступным бензином. Вопрос озвучил на сессии председатель постоянной комиссии собрания по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. Собрание депутатов продолжает последовательную работу, которая направлена на поиск механизмов, которые позволят снизить стоимость бензина, которая реализуется жителям наших сел. Напомню, что начиная с 2018 года мы проводили работу по подготовке законодательной инициативы, которую поддержали парламентская ассоциация Северо-Запада России единогласно. Мы отрабатывали вопрос и с северными регионами, начиная с Якутии, продолжая Ямалом, Коми, Архангельской областью, Мурманской областью по этим проблемам. Дело в том, что в 2014 году в федеральном законодательстве, в бюджетном законодательстве были внесены изменения, которые исключили возможность за счет средств регионального бюджета субсидировать доставку бензина в сельские населенные пункты. В 2015 году стоимость бензина резко подросла и в 2018-2019 в отдельных селах округа стоимость реализуемого бензина населению достигала 120 рублей за 1 литр. А учитывая, что жители наших сел используют технику, в основном это снегоходы, квадроциклы, не для того, чтобы покататься, для хозяйственных нужд, чтобы привезти воды, дров, то эта цена абсолютно неприемлема. Повторю, что та законодательная инициатива, которую мы с вами прорабатывали, которая была направлена, она не поддержана была счетной палатой. Поэтому сегодня предлагается направить обращение в правительство Российской Федерации, обращение по возможному использованию еще одного инструмента, который появился совсем недавно. Дело в том, что в бюджетном кодексе появилась поправка в 2020 году, которая позволяет предусматривать правительству отдельным нормативно-правым актом дать возможность субсидировать поставщикам бензина вот эту стоимость доставки. Но единственная проблема, что данная полномочия, она будет действовать до 2023 года. Соответственно, с 1 января 2023 года указанная полномочия правительство использовать не сможет. Поэтому предлагается в данном обращении, первое, сохранить после 31 декабря 2022 года наделение правительства Российской Федерации полномочиям, которое предусмотрено как раз пунктом 1 статьи 78 бюджетного кодекса Российской Федерации. И второе, это принять нормативный акт правительства Российской Федерации, который исключает бензин, реализуемый населению в арктической зоне, из числа подакцизных товаров, в связи с реализацией которых не допускается предоставление субсидий юридическим лицам, тем самым предоставить субъектам Российской Федерации право субсидирования организации, осуществляющих реализацию бензина населению, проживающему в труднодоступных населенных пунктах, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в арктической зоне Российской Федерации. При этом мы говорим, что из федерального бюджета средств не потребуется, данные затраты будут компенсироваться за счет средств регионального бюджета. Уважаемые коллеги, предлагаю поддержать указанное обращение и направить его Юрию Петровичу Трутневу, это профильному заместителю председателя правительства, который курирует как раз вопросы развития арктических территорий. Депутат Андрей Ружников предложил проработать вопрос, чтобы поддержка жителям села оказывалась все-таки не за счет региона, а за счет федеральных средств, на что Александр Чурсанов пояснил, что этот вопрос уже поднимался и не поддержан счетной палатой Российской Федерации. Мы говорим о дополнительных мерах соцподдержки. Округ делает все для того, чтобы поддержать наших жителей, как за счет средств федерального бюджета, так и за счет средств окружного бюджета. И у нас таких мер доп. поддержки более 150, и вы знаете об этом хорошо, поэтому еще раз говорю, мы финансируем вот эти программы, социальные программы, то, что мы называем социальной политикой, из двух, как говорится, источников. И с федерального бюджета, о чем было сказано Татьяна Павловна, и стараемся здесь вот с администрацией, с губернатором эти вопросы максимально решать эффективно. Самое главное, то, чтобы мы те кричащие проблемы или на любое острые проблемы, которые для наших жителей важны, мы решали в первую очередь. Вот поэтому только вызваны именно этим обстоятельством. Поэтому здесь согласована политика, достаточно она понятная. И раньше у нас такое право было, и мы его применяли. Депутаты окружного собрания внесли кадровые изменения в состав мандатной комиссии регионального парламента. Вопрос рассмотрен на сессии законодательного органа. Мандатная комиссия в собрании депутатов Ненинского округа рассматривает вопросы, связанные с досрочным прекращением полномочий депутатов окружного собрания. Вопросы, касающиеся соблюдения правил депутатской этики, а также контролирует численный состав депутатских объединений, фракций, депутатских групп, образованных в окружном собрании и обеспечивает учет голосов отсутствующих депутатов окружного собрания при голосовании. В соответствии с частью первой статьи 32 регламента собрания депутатов Ненинского автономного округа, на первой сессии собрания депутатов и числа депутатов избирается мандатная комиссия в количестве трех человек на срок полномочий собрания депутатов. Постановлением собрания номер 175 СД был утвержден состав мандатной комиссии собрания депутатов в количестве трех человек. Решением мандатной комиссии также было принято, что Смученков Андрей Владимирович был избран заместителем председателя мандатной комиссии. Вместе с тем, абзацом 2-м части 1 статьи 32 регламента Собрания депутатов округа установлено, что в течение срока полномочий Собрания депутатов соответствующего созыва состав мандатной комиссии может быть изменен Собранием депутатов в связи с прекращением полномочий депутата члена комиссии, либо в связи с подачей им заявления о выходе из состава комиссии по собственному желанию. 29 ноября 2021 года член мандатной комиссии, заместитель председателя мандатной комиссии, депутат Смиченков Андрей Владимирович подал заявление в Собрание депутатов о выходе из состава мандатной комиссии по собственному желанию. Кроме этого, необходимо отметить, что от депутата Николая Юрьевича Запалова поступило заявление в Собрание депутатов о включении его в состав мандатной комиссии. Поступило предложение принять пристальный проект постановления, который озвучил Александр Павлович. Кто задан на решение, предложение прошу голосовать. Прошу опустить руки. Против. Воздержавшись. Нет. Решение принято. Таким образом, в настоящее время в состав мандатской комиссии собрания депутатов Ненинского округа входят депутаты Александр Чурсанов, Николай Миловский и Николай Запалов. В рамках состоявшейся сессии регионального парламента депутаты попросили главу региона ответить на вопрос, с какой точки зрения органы власти будут оценивать проект разработки Кумжинского газоконденсатного месторождения, широко обсуждаемого в округе. Напомним, речь идет о месторождении, которое расположено в дельте реки Печоры. Всего предполагается обустроить шесть кустовых площадок с 32 скважинами. Общественные слушания по проектной документации оценки воздействия на окружающую среду, строительство эксплуатационных скважин Кумжинского газоконденсатного месторождения прошли на площадке администрации Заполярного района. Я участвовал, как и многие депутаты, в общественных слушаниях по проекту оценки воздействия на окружающую среду, строительство скважин Кумжинского газоконденсатного месторождения. Много поступило замечаний от специалистов ВВФ, от заповедника Ненецкий. Более 20 замечаний поступило от Департамента природных ресурсов и АПК Ненецкого автономного округа. Юрий Васильевич, а Вы-то как относитесь к данному проекту, к его дальнейшему развитию в Ненецком автономном округе? Я Вам скажу не только свое мнение, но мнение как человека, как губернатора и мнение всей администрации. И я абсолютно надеюсь, что и Вы его тоже разделяете. Какой бы инвестиционный проект к нам не заходил в наш округ, какие бы огромные суммы инвестиций не заявлялись, количество рабочих мест, налогов. Неважно, кто этот инвестор – Русхим, Лукойл, Газпром. Самое главное в оценке проекта было и будет – это безопасность людей и сохранение уникальной арктической природы. Никакими деньгами нельзя оценить жизнь и здоровье людей. Это вот пандемия нам показала. И нельзя никакими деньгами оценить уникальную природу, которая создавалась не столетиями, а тысячелетиями создавалась. И, может быть, это самое главное богатство нашего округа. Поэтому главным критерием в оценке любого инвестиционного проекта будут не суммы инвестиций и налоговых отчислений, а забота о людях, безопасность людей, безопасность жизни и здоровья людей и сохранение уникальной арктической природы. Именно поэтому, я надеюсь, вы тоже меня поддержите, все проекты будут проходить независимую экологическую экспертизу. Ключевое слово здесь – независимую экологическую экспертизу. Не доморощенными какими-то лавками, которые нарисуют там акты, а именно независимую экологическую экспертизу. И все эти проекты будут обязательно проходить процедуру общественных слушаний. Депутаты регионального парламента на заключительной в этом году сессии утвердили план законотворческой деятельности собрания депутатов Ненинского округа на следующий год. Ежегодно в соответствии с окружным законодательством правотворческие органы осуществляют планирование законотворческой деятельности. Примерная программа законотворческой деятельности разрабатывается с учетом предложений субъектов права законодательной инициативы в собрании депутатов округа. Предложения в проект программы на 2022 год представлены губернатором округа, прокуратурой округа, избирательной комиссией округа, представительными органами местного самоуправления муниципальных образований округа, а также депутатами окружного собрания. Из полученных предложений сформирован проект примерной программы законотворческой деятельности окружного собрания на очередной год. Предложенный проект программы состоит из 35 пунктов. 35 пунктов – это 35 законотворческих актов, направленных на развитие региона и социального благополучия его жителей. Вот те вопросы, которые касаются жизнедеятельности, те вопросы, которые касаются медицинского обслуживания, образования, дополнительного образования, особенно институционных проектов, строительства, мы должны их, конечно, максимально учесть и будем над этим работать. Очень важно, когда мы говорим об индексации заработных плат всех бюджетников, очень важно говорить и о том, что мы рассмотрим возможности нашего бюджета относительно посыла президента Владимира Владимировича Путина, который говорил о том, что необходимо на 8,6% увеличить минимальную заработную плату, и прожиточный минимум, тоже на 8,6%. Мы тоже постараемся искать возможности у себя на территории, в низком автономном округе, решить проблему таким же образом. Все это позволит, конечно, все эти проценты, это повышение позволит решать дополнительно социальные выплаты, страховые выплаты, в том числе по пенсиям и так далее. Это очень важно, потому что они, я еще раз говорю, увеличивают в суммарном выражении социальные выплаты, которые предназначены для жителей нашего округа. Ну и в заключение, решите, наверное, поздравить всех жителей нашего округа. Новый год приближается, мы все ждем его с надеждой. Текущий год был непростым, но вместе мы можем преодолеть все наши трудности, поэтому хочется пожелать тепла и уюта в домах, крепкого здоровья и семейного благополучия. Это был очередной выпуск программы «Законодатели». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok